Экономика США восстанавливается после пандемии коронавируса, и спрос на товары стремительно растет. Но есть большая проблема. Американские фабрики не могут найти достаточное количество людей для работы. Несмотря на то, что производственная активность в Штатах в марте выросла до 37-летнего максимума, в отрасли до сих пор остаются открытыми более полумиллиона вакансий. Фабрики и заводы изо всех сил пытаются найти квалифицированных рабочих на специализированной должности, такие как сварщики и машинисты. Производители даже испытывают проблемы с наймом на должности начального уровня, не требующие специальных знаний. Нехватка талантов – явление не новое, но ситуация ухудшается и может иметь далеко идущие последствия. Согласно исследованию, до 2030 года 2,1 млн рабочих мест останутся вакантными в обрабатывающей промышленности. В отчете предупреждается, что нехватка рабочих нанесет ущерб доходам, производству и в конечном итоге может стоить экономике США до 1 трлн долларов. Производители говорят, что сегодня найти специалистов на 36% сложнее, чем в 2018 году, хотя уровень безработицы намного выше. Руководители производственных предприятий говорят, что отчасти проблема заключается в том, что многие молодые американцы просто не хотят работать на заводах. У них есть опасения, что в ближайшей перспективе их вытеснят, роботы или рабочие места переправят за границу. В отчете Deloitte говорится, что несмотря на приток в 2,7 млн промышленных роботов, используемых во всем мире, люди по-прежнему необходимы для производства огромного количества товаров. Тем не менее, некоторые стартапы в области робототехники стремятся извлечь выгоду из нехватки квалифицированных рабочих. Так, компания Pet Robotics заявляет, что разработала первую в мире по-настоящему автономную роботизированную сварочную систему. В прошедший понедельник стартап объявила выделение 56 млн долларов финансирования для расширения своей деятельности. Проблема нехватки кадров заключается еще и в том, что производители сталкиваются жесткой конкуренцией за специалистов начального уровня. Так как рост числа рабочих мест на складах усугубляет проблемы для производителей, даже несмотря на то, что эта карьера может предложить меньше долгосрочных возможностей. В отчете содержится несколько рекомендаций о том, как производители могут улучшить работу по привлечению талантов, в том числе начать набор сотрудников в средних школах, рассмотреть гибкие графики, чтобы помочь сбалансировать работу и личную жизнь и увязать лидерские качества с показателями разнообразия, справедливости и вовлеченности. Подробнее об этой новости читайте на сайте finversia.ru. Ссылка в описании под видео. Информация о полезных сервисах, ресурсах и возможностях для инвесторов и всех, кто управляет своими деньгами. Как принимать торговые решения в трейдинге? Какими навыками должен обладать активный инвестор? Какими приемами владеть? Как влияет на рынок новостной поток? Как определить новые тренды на рынке и время их разворотов? Какое место занимает технический анализ в процессах принятия решений? Что такое торговые коридоры? Как нащупать дно рынка? Как считать торговые сигналы? Книга финансового аналитика и инвестора Петра Пушкарева «Искусство быть мирным» для трейдеров и инвесторов, которые хотят найти ответы на эти и другие вопросы. Материал выстроен на основе опыта трейдинга на валютном рынке. Однако эти же принципы, подходы и технические приемы применимы и классическому фондовому рынку. Купить книгу Петра Пушкарева «Искусство быть мирным» можно по ссылке книги под этим видео.